Здравствуйте! В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе. Как всегда, мы будем говорить о футболе. Ну, совсем скоро у нас праздники, Новый год, Рождество. И вот эту нашу программу, с одной стороны, хотелось бы посвятить поздравлению всех наших читателей нашего портала и тех, кто смотрит программы мои о футболе. Спасибо большое, что вы находите время на то, чтобы послушать мои скромные мысли по поводу футбола. Большое спасибо, что вы как-то откликаетесь на все эти мысли. Для того, чтобы поздравить, я хотел бы вам рассказать фактически рождественскую сказку. Я благодаря своим друзьям, эта сказка стала возможной для меня, мне подарили мои приятели билеты на матч английской премьер-лиги Арсенал-Челси, который состоялся прямо накануне, ну, то, что называется католическое Рождество, или там просто Рождество по григорианскому календарю. Матч этот в Лондоне проходил на известном стадионе Emirates, и так получилось, что именно в этот день над Великобританией, там вообще над частью Европы, разразился просто какой-то невероятный природный катаклизм, ураган был. Я даже боялся, что может отменят матч, потому что некоторые пригороды Лондона, там сообщения с ним были закрыты из-за наводнений, которые начались. Но вот удивительно, да по всему Лондону, надо сказать, валялись сломанные зонтики, потому что порывы ветра просто ломали зонтики. Но футбол состоялся, причем, вы знаете, конечно, вот все, что я увидел и почувствовал на этом стадионе, это вот тот футбол, который мы, к сожалению, потеряли, которого у нас уже нет. Вот те ощущения, чистые абсолютно от футбола, от игры, от болельщиков, эмоции, которые перед матчем, во время матча, в перерыве матча, после матча, которые бьют фонтаном, и которые просто, даже тех людей, которые не очень понимают футбол, не очень его любят, настолько захватывают. Я не один был, и вот эти эмоции, конечно, было очень интересно наблюдать за человеком, который в первый раз вообще пришел на стадион. Это действительно праздник. С момента, когда ты входишь в метро и начинаешь двигаться в направлении стадиона, и постепенно прибавляется вот этих людей, ну, это домашний матч Арсенала был, поэтому болельщиков Арсенала было больше, хотя были видны и синие шарфы и майки Челси, но в основном, конечно, все в красно-белых тонах было выдержано. В приподнятом настроении люди абсолютно разных возрастов, разных полов, религиозной принадлежности, национальности, которых объединил футбол. Вы знаете, вот если бы у меня была камера с собой, то можно было бы снять просто ролик о том, как футбол сближает, как футбол рвет все границы, как футбол делает людей счастливыми. Это удивительная абсолютно по атмосфере свои действия. Вы приезжаете буквально от метро, там есть две станции, в зависимости от того, куда вам нужно, можно подойти с одной или с другой стороны, к Эмирейтс. От входа в метро до своего места, где мы сидели, там надо было пройти, я не знаю, наверное, минут 7 потратить, 8. Это очень близко, это очень удобно, много входов, выходов, различных клубных карточек, по которым ты там можешь занять то или иное место. Очень много, так как эти билеты, которые мне подарили, были клубные, то я попал там на действо перед матчем, там такие есть помещения, куда ты попадаешь вдоль всего, по периметру всего стадиона, где, понятно, ресторанчики, пивные, кстати, разрешен любой алкоголь, продают все, что угодно, ну, во всяком случае, вот в этих клубных заведениях, а это целый огромный, не сектор даже, а то есть пояс такой вокруг стадиона, и там играла живая музыка, значит, там отвечал на вопросы бывший легендарный капитан Арсенала Тони Аддамс, это, да, там люди выпивают, разговаривают, просматривают эти журнальчики, программки перед матчевые, в которых много всяких статей, фотографий, статистики, все обсуждают, говорят, это, там есть старики такие, седовласы к ним, очень такое уважение, уважительное отношение, как с Сокалом такое, есть совсем просто семьи, с маленькими, бушко-крохотными буквально, детьми, которые одеты в эти майки, ну, это просто фантастика, это действительно, вы знаете, еще так, как это было Рождество, то все многие в колпаках, в этих рождественских, все друг друга поздравляют, атмосфера такая, при этом, во время матча, я сидел рядом с сектором, где были болельщики Челси, там несколько секторов, которые отдаются, ну, как бы, гостевой команде, хотя Челси, вы знаете, тоже лондонская команда, но там они в гостях были, и туда, понятно, такие самые ярые саппотеры, которые фаны приехали поддерживать, их задача переорать, они даже не столько футбол смотрят, сколько их задача переорать весь стадион этот огромный, и, конечно, у них там такая и агрессия есть, какая-то выплеска, но это вот, понимаете, конечно, футбол это сублимация войны, это есть свои, чужие, ты болеешь за одних против других, эти плохие, эти хорошие, все понятно, но, во-первых, не перед матчем, не во время матча, не после матча, ну, я имею в виду перерывы, я не увидел никакой агрессии со стороны одних болельщиков, во время футбола, да, они поют обидные какие-то песни, кричалки, оскорбляющие другую команду и так далее, издеваются всячески, там был момент, когда показалось, что Арсенал забил гол, то есть мяч попал в сетку с другой стороны, и часть трибун, решив, что гол, они стали радоваться, и вот болельщики Челси долго еще потом издевались над этими людьми, которые оказались обманутыми, показывали всячески неприличные жесты, кривлялись и так далее, есть, и это есть, конечно, доля агрессии, которая присуща болельщикам на стадионах, это все есть, но как же это все здорово, то, что я увидел, и как же жаль, что мы, у которых, в принципе, ну, я бы не стал сравнивать, конечно, там, с болением в Англии, в Англии футбол это религия, это точно, для части населения, это очень важная часть их жизни, важная часть их культуры, важная часть их даже семейной жизни, то, как они строят внутри свои отношения, я говорю, там, можно было увидеть иногда четыре поколения людей, которые пришли вот на этот стадион, которые болеют, там, допустим, за Арсенал, за лондонский, наверное, сравнивать трудно, у нас, наверное, там, футбол никогда не был уж вот в такой религии, хотя, я помню, как относились к футболу в Грузии, да и сейчас относятся многие, там было похожее что-то, и те же походы семьей, ну, особенно, когда, естественно, отцы с детьми, это обязательная была часть воспитания детей, но вот, к сожалению, в том числе и в этих регионах, мы потеряли, мы потеряли возможность прийти на стадион, как на праздник, посмотреть футбол, чтобы тебя не оскорбляло то, что происходит вокруг, после, чтобы не видеть, не сталкиваться с агрессивными полицейскими или милиционерами, раньше это было, чтобы не слышать мата этого бесконечного, оскорблений по национальному признаку, по расовому и так далее. Вот то, что изменило наши... Мы шли на футбол как на праздник, и, естественно, там было все, эмоции, проявления эти, а в итоге сейчас туда люди идут действительно как на войну, и мне это ужасно не нравится. Я думаю, что очень многим людям, которые любят футбол так же, как и я, это не нравится. И то, что в нашей жизни теперь нет вот этого похода на футбол с детьми, а я не знаю, честно говоря, среди моих знакомых и среди слушателей моих на радиостанции, где я веду программы, и очень часто обсуждаю с людьми проблемы нашего футбола, фактически все говорят, что я очень люблю футбол, но я своего сына, ребенка никогда туда не поведу. Я, в общем, этих людей прекрасно понимаю. Пока не изменится какая-то ситуация у нас на стадионах, пока стадионы не вернут простым болельщикам, которых называют кузьмичами, там еще как-то, просто болельщикам. Того, кого мы называли этим словом советским, болельщики, пока их не вернут на стадионы, футбол у нас будет в кризисе. Это мое убеждение. То, что я увидел, кстати, это вот английский мой опыт, а еще совсем недавно был и немецкий опыт, примерно то же самое я увидел, ну, там, с немецкими только своими особенностями, вот, но принцип один и тот же. Принцип один и тот же. К сожалению, мы вот потеряли это ощущение праздника от футбола. Я бы, вот, поздравляя всех с Новым годом, с Рождеством Христовым, я бы, конечно, пожелал всем, тем, кто по-настоящему любит футбол, чтобы нам вернули возможность смотреть как настоящим болельщикам. Может быть, нам самим что-то для этого тоже надо сделать, безусловно. Но чтобы нам вернули эту возможность смотреть футбол, как и положено. На стадионе, переживая, крича, пугаясь иногда, но все равно с ощущением праздника в сердце и в душе. Вот всем нашим уважаемым болельщикам я этого пожелаю. Абсолютно разных национальностей, разных полов, разных вероисповеданий и так далее. Футбол – это великая игра, которая объединяет. И не надо делать так, чтобы футбол не разъединял. С Новым годом вас всех, друзья, и с Рождеством! Спасибо, что смотрели!